МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Акимобласть и Эрик Султанов с рабочей поездкой побывал в микрорайоне Арман и поселке Солнечный. Без света в домах жители микрорайона Арман живут уже 7 лет. Состройка территории по программе «Жилье» началась в 2007 году. Сегодня здесь более 30 коттеджей. По стройкам подведены все коммуникации. Проблемы у горожан только с электроэнергией. Мы зимой снимаем квартиру, потому что у меня маленькие дети, им нужен свет, им нужно учиться. А летом опять съезжаем сюда, чтобы сэкономить как-то денежные средства. Проблему с отсутствием электроэнергии собственники жилья старались решить своими силами. Многие установили генераторы. Однако это не только дорого, но и не дает электричество в полном объеме. Например, холодильник при таком напряжении не работает, рассказывает Денис Копылов. В его семье маленький ребенок, и чтобы обогреть дом в зимнюю пору, вставать приходится в 6 утра. Вытаскивать станцию на улицу, заводить, чтобы насос качал отопление. Потому что без насоса отопление не протягивает никак. В ходе рабочей поездки Акимобласти Ерик Слутанов ознакомился с проблемой. Глава региона обещал в ближайшее время оказать содействие в решении вопроса. А вот проблемные вопросы жителей поселка Солнечный уже решены. Сельчане сетывали на бездорожье, из-за чего заезжать в поселок отказался водитель автобуса. Сейчас дорожное полотно засыпали щебнем. Движение пассажирского транспорта восстановлено. Я сейчас хочу обратиться, поблагодарить Акимат от лица всех жителей нашего поселка. Сейчас вы видите, дорога у нас восстановлена. Замечательно, хорошая дорога. 27 маршрут заезжает. Теперь по поселку ездит. Каждые 10 минут проезжает регулярно автобус. В общем, проблема снята теперь с повестки. Единственное, что сейчас беспокоит жителей поселка – отсутствие знаков дорожного движения. Акимобласти поручил представителям соответствующих ведомств недочет исправить. Здесь опасный поворот, здесь нельзя так вот оставлять. Машина едет оттуда и отсюда. Ограничение скорости и опасный поворот знак поставить. Дорожные знаки на опасном повороте, а также указатель скоростного режима в поселке установили в тот же день. Кроме того, жители Солнечного просили оказать содействие в подключении поселка к системе центрального отопления. Глава региона обещал решить этот вопрос к началу отопительного сезона. Ямочный ремонт по новой технологии. Ремонт пневмонабрызгом. Ноу-хау в современной практике реконструкции дорожного полотна. Ранее дорогу латали заплаточным методом, убирая поврежденную часть покрытия. Это было долго и часто неэффективно. Из-за погодных условий асфальт приходил в негодность спустя год. Новая технология решает одновременно множество проблем. Помимо гарантии службы в три года, этот метод экологически более безопасный, а стоимость на 30% дешевле. Машина выполняет несколько функций. Значит, это первое – сдувает ямы. После продувки она, значит, распыляет под грунтовку. После этого, значит, идет распределение каменного материала под большим давлением, обволоканные битумные эмульсии. Последний раз ямочный ремонт в этом дворе по адресу проезд Жамбыла-1А проводили около пяти лет назад. Благоустройство дворовой площадки жители многоэтажки Рады. На настоящий момент уже года два точно двор пришел в полную негодность. Мы надеемся, что сейчас вот это ямочный ремонт по новой технологии. И поэтому прослушат намного больше. Специальное оборудование приобрели в США. А состав для проведения ремонтных работ создан специально немецкими учеными с учетом климатических особенностей нашего региона. Кстати, такой ремонт занимает намного меньше времени. Уже спустя 30 секунд эмульсия и каменный материал схватываются. А это установка Патчи, тоже американского производства. В этом смесителе специальный состав, который смешивают с каменным материалом. После полученной смесью заливают ямы. С преимуществами новых технологий ознакомился Акимобласти Ерик Султанов. Глава региона дал положительную оценку работе специалистов. Сегодня проходит обучение персонала. Персонал местный, безусловно, только начал сегодня первый день работать. И мы намерены сейчас провести ямочный ремонт во дворах города Петропавловска. Примерно объем 32 тысячи. Вот пока сейчас такой объем мы поставили. Но важно, что эти машины могут работать и зимой. Поэтому эта работа будет продолжена. Всего в областном центре с использованием новых методов ремонта будет реконструировано 10 дворовых территорий. В Петропавловске будет оборудовано 15 спортивных площадок. Работы по строительству объектов ведутся по поручению главы региона Ерика Султанова. Площадь этого будущего футбольного поля 800 квадратных метров. Специально оборудованную площадку на территории неполной средней школы номер 31 в микрорайоне рабочий поселок ждали давно. В школе обучается 350 учащихся. В микрорайоне нашей школы находится 800 учащихся. Огромное спасибо организаторам этой футбольной площадки. На базе нашей школы работают и учатся детки, которые увлекаются, занимаются и любят спорт. Сегодня территория почти готова. Искусственное покрытие начнут укладывать через несколько дней. С ходом проделанной работы ознакомился Акимобласть Ерик Султанов. Здесь очень хорошее поле. Я, в принципе, взял поручение, чтобы это было для детей в силу района. Вы еще раз переговорите, чтобы само искусственное поле было качественным, чтобы оно не было травмоопасным для детей. А эта футбольная коробка расположена в квартале дома 43 по улице Абая. Ремонтные работы здесь начались в прошлую субботу. Специалисты ТОО «Дорожник Ашикаспан» производят замену сетки, проводят подсыпку и покраску. Посещать обновленную спортивную площадку местная ребятня сможет уже в ближайшие дни. Уже ждем с нетерпением, когда закончится ремонт. Я буду сюда приходить с ребятами гонять мяч. Я тут живу недалеко. И я сюда буду приходить, играть с ребятами в футбол. Тем более сейчас летние каникулы. Буду проводить время с пользой. В планах создать спортивные площадки во всех микрорайонах областного центра. Строительство объектов организовано за счет средств предпринимателей. Активно к реализации проектов подключились такие товарищества, как СУ-808, основания, стройкомпания, Велта, Мекона и Лира. В Северном Казахстане подписан меморандумом взаимопонимания. Инициатором заключения договора с представителями Казахстанского центра государственно-частного партнерства выступил областной Акимат. Глава региона Ерик Султанов поблагодарил гостей за приезд. Подчеркнул актуальность встречи. Мы сегодня проводим первую встречу по продвижению идеи президента по государственно-частному партнерству. На пленарном заседании инвесторов глава государства Александрович Назабаев прямо заявил, что необходимо активно заниматься сегодня государственно-частным партнерством во всех сферах деятельности государства. Поэтому я благодарен и уверен, что ваш приезд даст нам большой стимул для начала совместной работы. У нас есть несколько проектов и я рассчитываю на то, что мы в эти дни вашего пребывания все эти вопросы обсудим и начнем работать. О перспективах развития государственно-частного партнерства подробно говорили представители Казахстанского центра ГЧП. В настоящее время в республике к реализации готовятся 30 различных проектов, которые будут запущены благодаря тесному сотрудничеству между государством и бизнесом. Активно развивать подобное партнерство намерены и у нас в Северном Казахстане. На данный момент мы отрабатываем проекты в водоснабжении. Я полагаю, это будет самый большой по капитал-емкости проект. А также проекты по котельным школах, замене их и реконструкции по здравоохранению и по дошкольному образованию. Как четко обозначил Акимобласть Ерик Анжинович Султанов, данный вопрос по котельным, он приоритетный. Поэтому на этот проект мы, конечно же, уделим очень много внимания, сил. В завершении встречи Акимобласть Ерик Султанов и представители Казахстанского центра государственно-частного партнерства подписали меморандум о взаимопонимании. До этого аналогичный наговор был заключен только с одним регионом страны – Казалардинским. Акимобласть База агрария Виталия Шатила насчитывает более 800 голов крупнорогатого скота. Занимаются на предприятии разведением сельскохозяйственных угодий. В местном сельском доме культуры действуют художественные коллективы. А в селе Пресновка Акимобласти посетил то агротехника «Жамбыл». Наличие техники позволяет без проблем возделывать сельскохозяйственные культуры на площади около 20 тысяч гектаров. Однако этих угодий хватило бы и на разведение КРС, резюмировал Ерик Султанов. «Отличные земли, отличные пастопища. Люди не заняты. В осеннем острове это, конечно, выгодно. Три месяца в году поработали, а в одно время люди не заняты. Поэтому на эти земли требуется не меньше 3-4 тысяч голов. Вот сейчас программу строите на тысячу голов». 513 кубометров в сутки поставку такого объема воды осуществляет предприятие «Жамбыл-Су». Здесь имеется насосная станция, резервуар чистой воды и водопроводные сети, по которым подают воду в районный центр. Побывал Ерик Султанов в районном доме культуры, где встретился с представителями этнокультурных центров района. Глава региона подчеркнул важность и необходимость работы объединений в формировании межнационального согласия. На встрече с населением Акимобласти Ерик Султанов подробно остановился на основных проблемах жамбылцев. К их числу относятся дороги и водоснабжения. Все острые моменты известны и уже приняты меры. «Что такое грунтовая дорога, мы все знаем, да? Или гравийная дорога. Даже посыпая ее гравием, мы в конце лета получаем все равно разрушенную дорогу. Каждая грунтовая дорога. Поэтому мы нашли американский стабилизатор, который сегодня делается в Караганде уже. Я рассчитываю, что такая дорога по меньшей мере 5 лет будет стоять, вообще без разрушений». Своими проблемами и просьбами с главой региона поделились местные жители. Необходим ремонт социальных объектов. Есть перебои в работе общественного транспорта. Интересовались сельчане предстоящим празднованием 70-летия Великой Победы. «В 1975 году был установлен облиск. Там были вписаны те фамилии, которые из нас не вернулись. 400 человек всего. Сегодня требуется реконструкция». Акимобласти ответил, с привлечением спонсоров памятник будет. Поделился глава региона с жамбылцами и намеченными планами. Подчеркнув, что в росте социально-экономических показателей немалую роль играет диверсификация сельского хозяйства. «По птице я могу сказать, что птицу хотят кушать все, да? Но мы обеспечиваем свою страну на 33%. Сегодня остальное мы покупаем в Америке и во всех других странах. Это вообще недопустимо, имея такие огромные угодья, как Казахстан и особенно Северный Казахстан». В завершении встречи глава региона поручил активу района обратить внимание на поддержку предпринимателей и применение государственных программ. В этот же день Акимобласти Эрик Султанов побывал в Мамлюцком районе. ТОО «Производственная промышленная корпорация ХАЭМ» занимается производством круп и изготовлением корпусной мебели и пластиковых окон. Предприятие успешно реализует свою продукцию не только на территории Североказахстанской области, но и в соседней России. С технологией и объемами производства компании ознакомили главу региона Ерика Султанова. А это цех предприятия «Промстроймебель». Компания занимается производством разных видов корпусной мебели. В месяц здесь выпускают порядка 700 единиц продукции. «Промстроймебель» основан был в 2006 году. Рабочих мест у нас порядка 25. Работаем в две смены. Вот недавно состоялась выставка международная в Алма-Ате. Заняли второе место. Следующий объект в программе рабочей поездки – новая школа на 300 мест. Строительство учебного заведения начали в мае 2013 года. В настоящее время выполнено только 40% всех работ. «Сейчас производится кирпичная кладка второго, третьего блока. В весенний период, почему задержка произошла, что заболоченное место, нельзя было производить строительно-монтажные работы». Акимобласть Ерик Султанов поручил активизировать работу на объекте. «1 сентября нереально, мы все понимаем, остался месяц, 40 дней. Поэтому я ставлю уже такую задачу, которую надо выполнить 1 декабря или 15 декабря. Всем, чтобы в третьей четвертике уже начать получили». В ходе поездки глава региона посетил еще одну строительную площадку. В рамках программы «Дорожная карта занятости-2020» в Мамлютке построили 7 одноквартирных жилых домов. Работы на четырех объектах уже завершены. В трех домах ведется чистовая отделка и благоустройство близлежащей территории. А здесь производят строительные материалы из сосны. Акимобласти ознакомились с проектом «ТОА КАИН» в планах открыть цех по переработке дерева. В завершении рабочей поездки глава региона встретился с местным активом. С докладом о социально-экономическом развитии за первое полугодие выступил Аким Мамлютского района Ербулат Бекшенов. Несмотря на имеющиеся положительные тенденции в развитии, недочетов тоже хватает, отметил Акимобласть Ерик Султанов. Так, например, уже много лет не работает Мамлютский машиностроительный завод. Ранее здесь производили ремонт сельскохозяйственной техники и автомобилей. «Шалка, конечно, такой прекрасный завод, он простаивает. Но сейчас мы уже договорились, что в течение месяца принял по нему решение». Особое внимание необходимо уделить развитию малого и среднего бизнеса на селе. Предложение и пожелания от предпринимателей Мамлютского района Акимобласти Ерик Султанов выслушал лично после завершения совещания. В Петропавловске в этом году сдадут в эксплуатацию 10 многоквартирных жилых домов. Строительные работы этого 15-квартирного в микрорайоне Береке выполнены на 90%. Возводится объект по программе «Доступное жилье-2020» по направлению «Молодая семья». Квартиры будут сдаваться под ключ. Устанавливают пластиковые окна, сантехнику, приборы учета, а на пол укладывают ламинат. Подрядчик ТО «Лира». В Петропавловске компания работает с 2004 года. Возвели уже не один многоквартирный дом. Темп работы хороший. Сдать дом в эксплуатацию планируют одними из первых. «В ноябре 2012 года с нашей организацией ТО «Лира» был заключен договор на строительство двухэтажного 15-квартирного жилого дома. Окончание работ предусмотрено в ноябре 2004. Несмотря на это, наш объект будет сдан, я думаю, раньше. Он будет сдан к концу месяца». На строительной площадке трудятся более 27 человек. Работают и бойцы студенческих стройотрядов. Красят стены. Алена Матросова – студентка третьего курса профессионального лицея номер один. Для нее, как для будущего мастера штукатуры, здесь есть не только возможность подзаработать во время каникул, но и набраться опыта. «Сюда я устроилась, потому что я на первом курсе проходила здесь практику, мне понравилось. Мы стены затираем и занимаемся малярными работами». Воду, свет, газ уже подвели. В микрорайоне «Береке» сегодня строят три 15-квартирных дома и три 27-квартирных по направлению «Молодая семья». Все они тоже будут сданы в эксплуатацию до конца текущего года. Всего в этом году в рамках программы «Доступное жилье 2020» петропавловцы справят новоселье в домах, общая площадь которых – 34 тысячи квадратных метров. На эти цели выделено 18 миллиардов тенге. Из них 885 миллионов – средства республиканского бюджета. «Два жилых дома планируется по направлению для черняков местного исполнительного органа. Это 72-квартирный жилой дом. Планируем дата ввода в эксплуатацию – октябрь месяц 2014 года. И два дома по направлению через жилстрой сбережения. Это 45-квартирный жилой дом в август месяц и 93-квартирный жилой дом в ноябре месяце текущего года». В 2015 году в Петропавловске планируется построить еще четыре дома. Два для молодых семей на 168 квартир, а также два ипотечных через жилстрой сбербанк. Это 95-квартирный дом и 55-квартирный. Девять сел Козылжарского района будут обеспечены питьевой водой. Сегодня на этом огражденном участке кипит работа. Скоро здесь появится пункт охраны, насосная станция и два накопительных резервуара вместительностью 100 кубометров. Этого будет вполне достаточно, чтобы обеспечить водой все село с населением в 397 человек. На объекте трудится порядка 20 рабочих из строительной компании «Альфа-Север». В их распоряжении 5 единиц техники. «В начале июня 3-го числа начались работы по объекту село Пришимка. Общее освоение на этот год составляет 49 миллионов. Освоено за полтора месяца 25 миллионов. Проложено 5 километров магистральных сетей. Со следующей недели начинается прокладка трубопроводов диаметром 32 к каждому дому села». Шум экскаваторов и горы песка здесь укладывают разводящие сети. Скоро в домах у сельчан появится чистая вода. А пока они запасаются ею по старинке, на колонке. По плану водопровод должны сдать в декабре 2015-го. Но подрядчики планируют процесс ускорить, чему жители несказанно рады. «Если зимой взять, то третьей улице, вот на пятую, притащить эту флягу воды по снегу, когда по колено дороги не чистятся, это очень тяжело. Ну, конечно, у кого техника, тем без проблем, они даже этого не почувствуют». «Ну, у кого колодец дома, у кого скважина, тем, конечно, полегче. А у кого у стариков нету ничего, конечно, очень тяжело. Уже сколько лет ждали». Проводят воду и в другие села Козылжарского района. К работам также приступили в начале июня. Отвечают за них две подрядные организации – то Альфа-Север и то ОСК «Максимум». «На все 9 сел у нас в этом году выделено 715 миллионов, из них 643,9 из-за республиканского бюджета и 71,5 из-за областного бюджета. Эти средства у нас, согласно плану, финансированные выделяются ежемесячно. Все 9 объектов у нас переходящие на будущий год запланировано выделение средств в размере 676 миллионов тенге. То есть это будет и республиканский бюджет, и софинансированный из-за областного бюджета». Трудностей у подрядчиков пока не возникало, и даже неблагоприятные погодные условия не мешают строителям работать по графику. В Казахстане стартовал прием заявок на участие в проекте «Алтын Сапа». Конкурс на соискание премии президента страны проводится с 2009 года. На сегодняшний день желание побороться за звание лучшего производителя изъявили 15 североказахстанских предприятий, в том числе и ТО «Фрегат». В колбасном цехе ТО «Фрегат» разгар рабочего дня. Передвижные шкафы постепенно наполняются продукцией, а воздух пропитан ароматом копченностей. Ответственность за качество мясных изделий лежит на каждом из 60 работников предприятия. Стамдука Шузбекова на мясоперерабатывающий комплекс пришла 8 лет назад. За эти годы в товариществе многое изменилось, говорит формовщица. Условия труда стали лучше, а сертифицированный товар качественнее. Работаю с хорошим настроением, делаем для людей продукцию. Предприятие у нас развивается, каждый год стимул к работе есть, новое оборудование у нас. И как бы на все современное. То, что раньше делали руками, сегодня технологический процесс современных машин. В сутки в ТО «Фрегат» выпускают 3-4 тонны мясной продукции. Это и колбасные изделия, и полуфабрикаты для гурманов, деликатесы. Всего порядка 100 номинований. За 17 лет работы компания набрала хороший темп. За год в цехах товарищества производят до 1000 тонн колбас и пельменей. Сегодня продукция ТО «Фрегат» пользуется спросом не только у североказахстанцев. Множество наград в кабинете директора предприятия тому подтверждение. В их числе дипломы и медали, завоеванные на республиканском конкурсе «Алтын Сапа». Информация о компании есть в «Золотой книге Казахстана». Кстати, в этом году производители вновь намерены добиться высоких результатов. Новые горизонты для предприятия – это увеличение выпуска продукции, это, конечно, качество. Надеемся, конечно, на победу, как обычно, чтобы у нас еще были и золотые, и серебряные металли. Помимо ТО «Фрегат» принять участие в конкурсе «Алтын Сапа» в текущем году планируют еще 29 североказахстанских предприятий. Основным критерием участия в президентском конкурсе «Алтын Сапа» является наличие внедренной сертифицированной системы менеджмента качества и высокоэффективные результаты области качества. В этом году, 4 июня, были внесены изменения в указ президента. Если ранее в этом конкурсе участвовать могли только юридические лица, теперь могут участвовать индивидуальные предприниматели. Кроме того, увеличилось количество премий, стало больше номинаций. Развитие предприятий малого бизнеса с этого года оценивается в отдельной категории. Итоги конкурса на заискание премии президента страны «Алтын Сапа» подведут в конце текущего года. В целом, система менеджмента качества в настоящее время внедрена на 137 предприятиях Северного Казахстана. Из них 37 приняли участие в проекте «Алтын Сапа». Евразийский экономический союз откроет новые перспективы для развития бизнеса, считают в индивидуальном предприятии «Шаров». Рабочий день здесь начинается в полвосьмого утра. Времени на отдых у фаршесоставителя Виталия Коробчан практически нет. Его труд, можно сказать, основа процесса изготовления колбас. Важна любая деталь. Кутер объемом с вместимостью 100 кг, имеет 4 скорости ножей и 4 скорости чаши. Нужна всегда внимательность. Производство колбасы производится по рецептурам, созданными технологами. И всегда нужно соблюдать эту рецептуру. Если она не будет соблюдена, то изделие будет испорчено. Колбасы ВП «Шаров» производят на протяжении 15 лет. Когда предприятие только становилось на ноги, здесь выпускали всего 10 наименований продукции. Сегодня спрос на товар вырос, увеличился и объем производства. Теперь изготавливают свыше 50 видов изделий. Особой популярностью среди потребителей пользуются сырокопченые колбасы 11 видов. Подобную продукцию в нашем регионе больше никто не выпускает. Кстати, процесс изготовления у таких изделий длительный. 5 суток в климат-камере для созревания, затем 21 сутки в камере сушки. В последней всегда поддерживаются определенные температуры и влажность. Колбаса в этой камере проходит окончательную сушку. То есть мы добиваемся производственной кулинарной готовности сырокопченой колбасы. Вся она здесь находится по видам висит и по датам. Стараемся держать конкуренцию, стараемся держать цены. То есть мы стараемся их не поднимать, чтобы наша продукция была доступна как можно широкому кругу населения. Сырье для производства в индивидуальном предприятии «Шаров» закупают местное. В Сергеевке и Корнеевке у предприятия имеются две заготовительные базы. В сутки в цехах производят 2,5 тонны колбасных изделий. Товар в основном развозят по торговым точкам Петропавловска, отправляют в Алматы, Караганду и Кибастуз. А с вступлением Казахстана в Евразийский экономический союз здесь намерены значительно расширить географию сотрудничества. В планах выход на рынки Российской Федерации. Вступление нашей республики в Евразийский экономический союз, конечно же, позволит повысить конкурентоспособность выпускаемой продукции на нашем предприятии, повысит экономику, естественно, нашего предприятия и всей нашей страны в целом, но также позволит расширить ассортимент выпускаемой продукции. Заключаем в настоящее время контракты на поставку, в частности, город Екатеринбург, город Новосибирск. В дальнейшем планируем также освоить Тюменский регион. Кстати, индивидуальное предприятие Шара Фиктор Николаевич – активный участник различных выставок, номинант фестивалей и конкурсов, в том числе и республиканского значения. Редактор субтитров А.Семкин